Гет, рэдди, с вами Шалфрэдди, и добро пожаловать в игру под названием Киндергар. В предыдущей серии мы с ней, собственно, познакомились, да, познакомились с этим миром детей и радости, счастья и секретов, которые я, собственно, и буду сегодня выполнять, да. В предыдущей серии я практически, как оказывается, для меня и для вас завершил концовку Джерома. Собственно, но, увы, я некоторые вещи не доделал, поэтому давайте же я вам покажу, что нужно сделать для этой концовки. Итак, малый, ты что, держишь с собой деньги? Ну, допустим. Замечательно, отдай мне половину, и с собой все будет хорошо. Теперь не говори учителя об этом, или может произойти то, что произошло с Билли. Окей, хорошо, мы не будем говорить, как говорится. Собственно, я и не хотел. Итак, что нужно для этого? Во-первых, я для начала взял кучу денег. Я не знаю, можно ли взять конкретное число денег, но я взял кучу денег. Итак, для этого нам нужно купить все вещи, ну, практически все вещи у Монти. Во-первых, ну, именно, кстати, в этот конкретный момент времени, потому что в другие моменты времени он, если продает, то, так сказать, не все полезно. Итак, следующим, помимо ее, нам нужны сигареты. Точнее, сигарета, потому что у него только одна сигарета, ну, в плане, выглядит то, что несколько. И я хочу купить отвертку. Это последний пример, который нам нужен. Собственно, вот и все. Мне больше ничего не нужно. А приметы нам сейчас, по крайней мере, не понадобятся. Подсказку, почему они нам понадобятся, дает, собственно, сам Джером. На чью концовку мы, напоминаю, идем. Итак, я Джером. Не хочешь? Я не думаю, что ты достаточно крут, чтобы со мной разговаривать. А что для тебя круто? Ну, знаешь, вещи, что продает Монти, достаточно крутые. Ну, кроме записывающего устройства, оно не крутое. Ну, вообще, на самом деле, полезная штука, я бы сказал. Итак, я бы поговорил бы с тобой... Кстати, да, желтый текст. Это, если что, такие подсказки, но не как те, что вот тут показываются и рассказывать слева. Итак, я мог бы с тобой уделить тебе парочку минуток в дневное время, если ты принесешь мне что-нибудь крутое. Записал. Итак, проскипаем же этот момент. И заходим в класс. Итак, да, угроза бакса, нам задание проваливать. Дело в том, что мы могли подойти к учителю и рассказать, но мы не будем этого делать, потому что не время. Не время, время для Джерома. Джером. Достаточно круто для меня, чтобы со мной болтать, но у меня же есть ее. Она крутая. О, да ладно? Он сказал, Монти сказал, что оставит его для меня. Ну, вообще, я могу тебе дать это ее. Ты что, серьезно? Ну, типа, мы теперь с тобой дружим. Ну, ладно, типа, раз мы с тобой дружим, ты и сделай для меня еще кое-что как друг. Вообще, замечательные друзья мы теперь. Короче, он просит нас достать его лазерную каску, которую свистнул уборщик. Итак, я тебе дам пропуск и отвлеку училку. А ты пройди в туалет и... Ну, не в туалет даже, а в кладовку и забери. Вот, собственно, и план. Итак, мы не будем спрашивать, почему он не пойдет это делать. Просто пойдем это сделаем. Так, я готов. Отвлекай. Так, погнали, погнали, погнали. Итак, вот нам говорят, что часть задания выполнена. Итак, нас не пропускают, пусть те, окаянные. Окей. Не так быстро, паренек. Мне нужен твой пропуск. Вот мой пропуск. Учительский пропуск. А, не важно. Ладно, пройди. Окей. И теперь, кстати, если бы мы дали пропуск другой, есть еще другой пропуск, который дает учитель. Если бы мы дали этот пропуск, то, собственно, мы бы не прошли бы сюда, только что до туалета. Итак, кстати, обращаю ваше внимание, то, что тут конкретно, в предыдущей серии я немножечко, так сказать, затупил. Ну, тут, собственно, сама коробочка, но до которой мы не можем достать, потому что нам нужна отвертка. А, он говорит, то, что здесь, похоже, есть винты, которые можно открузить отверткой, напоминаю. Итак, хорошая анимация, кстати. Ладно. Итак, здесь полно всякого мусора и указка джиллпрома. А теперь нужно валить отсюда, потому что, потому что время не ждет. И уборщик тоже. Так, направимся. Итак, ты... Так, детишки, вы слышали звонок. Идем в кафетерию обедать. Итак, собственно, малой, подходи. Ну что, ты получил ее? Естественно. Итак, замечательно. Надеюсь, уборщик не заметит. Он достаточно... Какой из вас, маленький, маленький, хочет умереть от моей швабры? Вот черт. Звучит, как будто бы он заметил. Быстрее спрячь ее. Да, он, короче, просит нас спрятать указку в мусорке. Хорошая идея. А я бы спрятал где-нибудь в столе, ну окей. Так, под... Кто-нибудь хочет подойти? Нет? Вот сюрприз. А что значит тебя, учительский мальчик? Короче, шмонает нас этот уборщик, потому что мы попались ему, так сказать, под раздачу. Ладно. Напомяните мои слова. Вы заплатите за мою кладовку. Итак, уборщик... Повариха попросила уборщика выбросить мусор, собственно, в котором и есть наша указка. Не так быстро. Тебе надо будет выкинуть этот мусор. А я просто ставлю в ванну и потом заберу, говорит уборщик. Собственно, что нам теперь и нужно делать? Идти в ванну. Точнее, в ванну, в туалет. И, собственно, нам нужно забрать указку. Итак, уборщик будет выносить мусор достаточно скоро после звонка. Итак, теперь нужно, чтобы повари... Джером заплатил поварихе за то, чтобы она нас не трогала. Окей, сказал то, что ты можешь проходить. Уходи. Так, Лили у нас уходит. А, собственно, мы за ней. Ну, в плане не за ней, а по нашим собственным делам. Но, друзья мои, у нас небольшой сюрприз. Та-дам! А? Ты не должен быть здесь. Ты должен пойти к директору, иначе... Иначе что? Ну, вообще, если у тебя есть сигареты... Ну, если бы у тебя были бы сигареты, я бы тебя вообще не трогал. Вообще-то, у меня есть сигареты. Вот так, чёрт. Ну и хорошо. Можешь делать, что хочешь. Увидимся, паренёк. Итак, без промедления. Забираем эту голубую указку. Итак, время не ждёт. Вот, мы побежим в столовку обратно. О, ты что? Не, нет. Ты что, малый? Надо уже тебе идти сюда. Собственно, на детскую площадку. Вот, кстати, с этого момента я толком сказать не знаю, что делать, кроме как не говорить с Джеромом. Нужно лишь говорить с Монти и делать то, что он делает. Что ты... Что я могу для тебя сделать? Я ничего не хочу. Я хочу что-то купить. Так. Карточка Монстр Мон. Чё? За пятнашку? Не-не-не, спасибо. Так. Окей, я ничего не хочу, но давай попробуем... Эй, малой! Иди сюда! Джером говорил мне о твоей малой миссии. Тебе удалось свистнуть указку? Да? Отлично. Я не знаю, заметил ли уборщик, то, что... Ну, заметил ли ты, но уборщик как-то странно смотрит на Джерома. Он выглядит, будто бы собирается убить его. Мы должны что-то сделать. И что я могу с этим сделать? Этот... Старикан... Короче, ему надо чихать на детей. Окей, я думаю, что время... Пришло время с ним разобраться. И как мы с этим это сделаем? Я возьму эту указку и... Я её, короче, возьму эту указку и верну... И верну, когда он заплатит мне за неё. Окей, что теперь? Джером дал мне это. Это одна из учи... Это одна из... Один из жучков, подслушивающих его отца. А.К. Директора. Напоминаю. Итак, друзья мои, ситуация немножко интереснее становится. Директору зачем-то нужны подслушивающие жучки. И что мне теперь с ним делать? Заботься о том, чтобы положить его к уборщику. Чтоб он не заметил. Я справлюсь с остальным. Увидимся, когда закончишь. Итак. Собственно. Тут у нас появился крестик. Нужно подойти. Должен я положить девайс? Да, должен. Собственно. Джером. Монти, точнее. Разместил. Замечательно. Должно быть... Ээээ... Хорошо. Джером! Сейчас! Эй! А ну вернись! Я с тобой не закончил разговаривать. Уборщик сделал бум. Боже мой! Я сказал тебе... Отвлечь его, а не взорвать! Ээээ... Ну, это то, что произошло. Уборщик только что взорвался. Да, он взорвался. Ой, как иронично. Теперь никому никто не сможет убрать за ним. Ну, окей. А мы можем просто вернуться внутрь? А я думаю, что... Это было бы неплохо. Итак, дети. Надеюсь, у вас был хороший отдых. Настало время для... Покажи и расскажи. Я думаю, кстати, что мы не будем пропуск показывать. Я думаю, что мы покажем отвертку. О, отвертка! Это мой любимый напиток. Так что... Окей. Упоминал. Уборщик упоминал то, что... Он не продавал Монти эту отвертку. Он, должно быть, ее оставил в чем-то шкафчике или что-то типа такого. Окей, кто следующий? Итак, дети. Было весело. Но пора заканчивать этот день в детском саду. И, как мы видим, Джером, собственно, как и все остальные, с кем мы будем разговаривать, на чью концовку мы будем идти, отходят. Я теперь тебе доверяю. Держи этот слепок. Итак, в итоге он нам дал крутой слепок. И, дамы и господа, тадам! Слепок ключа. Надеюсь, вам понравился очередной день в Киндергарден. Большое спасибо за просмотр. Всего тебе самого наилучшего. Пока!